Всем привет, друзья! Это канал Жизнь с нуля. С вами автор и ведущий канала Вячеслав. Впервые обращаюсь ко всем моим подписчикам и друзьям с такой очень не оригинальной просьбой. Может быть, кто-то имеет юридическое образование. Я думаю, было бы неплохо, если бы вы мне подсказали, что делать. Значит, где-то в марте месяце я устроился на работу подрядную организацию, которая занимается строительством. Значит, эта подрядная организация выполняла работы пока не говорю, какая организация. Хорошая организация, нормально. Выполняла работы на объекте генерального подрядчика другой организации. Называется организация РД Конструкшн. Или Конструкшн. Там точно сейчас надо узнать. Но не суть. Вот. Наш генеральный значит, так все-таки не оформил нам договора трудовые, но проблемы как бы в этом для меня не было, потому что он в общем-то с небольшой задержкой выплачивал заработную плату. Вот. Но наступил момент, когда он стройку, как выяснилось потом, что основную часть стройки он тянул за свой счет. То есть генеральный подрядчик не доплачивал суммы. В итоге выкатилось это в том, что генеральный подрядчик сейчас должен 30 миллионов нашей организации. Соответственно, значит, мы должны за материалы, за заработную плату и все остальное. Все было бы ничего, если бы ни одна проблема, в которой, скажем так, я оказался. Вот. На этом объекте я нанимал людей. Ну, то есть вместе со мной работали люди. Четыре человека, включая моего сына. Сын несовершеннолетний. Вот. Но работал вместе со мной на объекте. Заработал свою заработную плату. Вот. Но в связи с этой ситуацией, которую я сейчас обозначил, значит, выплата зарплаты оказалась под угрозой. В общем, получается, что нам должны и мы должны. Вот. А так как я нахожусь в инженерно-техническом составе, то, соответственно, все это неизбежно сказывается на мне. С субподрядчиком не хочется ссориться. Вот. Ну и до генподрядчика через субподрядчика залезть невозможно, потому что как бы он заключал договор с нашим директором. Вот. Пока тишина, но чувствую, что назревают проблемы. Для тех, кто соображает в трудовом кодексе, я прошу, пожалуйста, проконсультируйте меня по этому вопросу. Нуждаюсь в вашей помощи, поддержке, потому что косвенно я должен людям за работу, которых нанимал. Вот. В числе этих людей мой сын. Вот. И ситуация очень тяжелая, потому что как бы, ну, денег нет. И пока нет, и неизвестно, когда будут. Вот. И по всем признакам видно, что генеральный подрядчик разваливается. К чему это приведет в дальнейшем, я не знаю. Поэтому, ребята, кто соображает в вопросах трудового кодекса, я бы хотел к вам обратиться сейчас и попросить вашей помощи и поддержки. Вот. Потому что вместе там с моей зарплатой вот, зависла сумма больше двухсот с лишним тысяч. Вот. Которые, получается, мне должны. Вот. Сами понимаете, я однажды уже попадал в такой ситуации из-за того, что я был неопытным человеком. Вот. Я влетел потом в очень серьезные долги, в очень серьезные проблемы. Не хочется повторять прежних ошибок. Поэтому, друзья, кто понимает в этом вопросе, кто может посодействовать, как-то помочь юридической помощью, я буду готов рассмотреть любые предложения, потому что сейчас ни физически, ни морально, ни материально я не готов нести судебные издержки и вообще неизвестно, к чему придет эта ситуация. Поэтому обращаюсь ко всем, ко всем неравнодушным. Передаю привет всем. сторонникам современной власти, благодаря которой такие вещи сейчас происходят, причем происходят на каждом шагу уже. Вот. Всем вам привет большой, ребят. Вот такая вот ситуация. Может, вы что подскажете, ребятам. Может, вы в этом опытные. Вот. Всех подписчиков жду на своих социальных сетях. Вот. Прошу вас такой оригинальной помощи. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем привет.